канал экзегет поступил следующий вопрос как быть если обидел человека прилюдно что делать но я бы так этот вопрос упростил вообще что делать когда кого-то обидел бывает так что приходится говорить это вещи для вразумления человека он обидится ну да есть может быть тут доля и наши вины где-то мы сказали может быть без любви должной может быть не хватило чуть так то но все же мы сказали правильные слова и и человек обиделся да ну отчасти это его больше проблема он он как-то должен пережить эту обиду если надо если совесть наша не обличает сильно но все равно если человек обиделся в этом месте доля нашей вины в той или иной мере в большей степени или в меньшей степени если мы даже сказали что-то справедливое чека этим самым смутили или раздражили расстроили чем-то не чем-то именно вот и нашими справедливыми словами любом случае нельзя относиться к этому слишком спокойно думая что человек сам справиться своей обидой ко всему что приводит в смущение другого человека если мы источники этого смущения нужно относиться с покаянием со смирением но прежде всего попытаться примириться с этим человеком сказать ему добрые слова любом случае извиниться даже если мы до конца не понимаем в чем виноваты но чак расстроился лучше извиниться так будет правильнее может это человек успокоит и снимет часть накала этого искушения в котором пребывает что еще можно и нужно нужно конечно покаять свой грехах перед богом мало того чтобы извиниться при человеком надо еще извиниться перед богом потому что что мы делаем человеку то мы делаем и богу это все переходит на наше отношение самим богом так как чек это образ и подобие божия если чек нас обиделся извинишься перед ним мы должны предпрощение у бога покаяться наших грехах если обида нанесена прилюдно то возможно надо попытаться просить человека прощение тоже прилюдно если будет такая возможность если такая возможность вдруг окажется но тем не менее надо всегда все делать с рассуждением что сказать как себя повести где сказать как примириться потому что еще написание тоже что сказать створите достойный плод покаяния и пусть мы с рассуждением придем к тому чтобы человек который мы обидели успокоиться внутренне придет в свое обычное расположение а мы с вами покаявшись в своей несмотрительности иногда в грубости иногда в редкости сотворим достойный плод покаяния